Процесс реформования державных предприемств в приватную форму властности в Беларуси начался в 1990 году. В вынику проведенной работы отрымался скоротить расходы за косты податка платежиков, поэлечить поступление в бюджет, заявивший интерес инвесторов до реального сектора экономики. А прочатаго, такие переутворения коренным чином сменили относительно людей до недержавной майомости. За 25 годов на Гомщине переутворено у акционерное товариство 700 предприемств коммунальной майомости из выше 200 республиканской. У тымлику такие суцветно вядомые, як Гомельдрев, Мазарский НПЗ, Гомельшкло, Гомельский химичный завод. А прочатаго, значна увага у работе областного фонда, утягнению о господатчий оборот державной майомости, якая не выкористовывается. Отповедная работа ведется 8 годов. За гэтый час новых уластников набыли амаль 2000 капитальных сбудований. По гэтым покажчикам Гомельская область первая в Беларуси. Работа с имущественным на сегодняшний день настроится таким образом, что мы должны довести до потенциальных инвесторов, либо субъектов хозяйствования информацию о том, что у нас имеется в свободной площади. Сегодня используются различные методы доведения информации. Это, конечно, сегодня электронные средства, это интернет, это сегодня различная реклама в транспортных средствах, это сегодня всевозможные растяжки. Сегодня это доречие потенциальным покупникам на Гомельшке пропонуют. Больше 170 объектов коммунальной майомысти. Причем задача фонда Гомель оба майомысть не только продать, а лей и вести постоянный контроль эффективности выкрыстания. Почас уже чистого сходу агучивается информация, кля 40% сбудований набывается для вытворчих мед, кля 4-й под жилье, крыхуменьш для организации гандлю. И такие лечбы, якими генераться в областном фонде державной майомысти, и які оценили у Республиканским комитете. За 8 годов инвестиции от реализации державной майомысти вкладываем 100 млрд рублев и больше 2 млн долларов. Этой теме уделяем очень большое внимание. То есть мы всегда смотрим своевременно, когда проводим оптимизацию, если вдруг закрывается какое-то учреждение образования, либо какой-то магазин, социальный объект, мы сразу стараемся принять все меры для вовлечения в хозяйственный оборот. Поэтому у нас всегда ежегодные планы, наверное, наибольшие в Республике. Олег Сентюров, Валерий Копанько, Талер, Радо, компания Гомель.